Когда мы приходим на биржу, мы, конечно же, хотим заработать как можно больше денег. И мы видим, как это сделать. Но, к сожалению, реальность часто ставит все на свои места. И если я еще не научился летать, то если я прыгну сейчас с крыши, то, наверное, я упаду. И я очень больно ударюсь. И тогда я начну думать. И, как правило, для того, чтобы начать думать, мы совершаем кучу ошибок и ошибки. Мы учимся на ошибках. Но лучше учиться на чужих ошибках. Именно об этом сегодня речь. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Сегодня речь идет о фатальных ошибках, которые совершают люди и которые ведут к потере буквально миллионов рублей за считанные дни. И мы все это увидим сегодня прямо вот вживую. Поэтому сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. Итак, вы уже знаете, что я принимаю участие в конкурсе «Лучший частный инвестор» на московской бирже. Этот конкурс стартовал 19 сентября и будет длиться до 19 декабря для того, чтобы показать, сколько, ну, как можно. То есть победители – это те, кто заработает самые большие деньги на рынке. И вы знаете, что вчера-позавчера рынок очень сильно грохнулся. И я неоднократно говорил, с другой стороны, что больше всего денег, конечно же, можно заработать, используя опционные стратегии или опционы. И эта истина, в общем-то, остается верной. Но точно так же она остается верной, когда и потерять можно тоже на опционах. Поэтому как не надо использовать опционы, чтобы не потерять деньги. Итак, самое интересное – это не то, сколько люди заработали. Заработали, поверьте мне, там немало. То есть там уже есть люди, которые заработали… Ну, на первом месте стоит человек, который заработал там больше 100% за два дня буквально. Ну, в основном там дальше идет 30-40%. Очень большая часть колеблется около нуля. Но нас будут интересовать самые большие поражения сегодня. Итак, смотрим. Смотрите. Всего вот здесь в районе полутора тысяч участников. И я пришел на буквально последнюю страничку. Последнюю страничку. Вот 15 страничек. На 15-й страничке мы находимся. Итак, антирейтинг. Посмотрите, какие деньги потеряли люди. 228 тысяч, 77 тысяч, 74 тысячи, 82 тысячи, 912 тысяч. 1 миллион 81 тысячи. 1 миллион 248 тысяч. Ну, вот давайте посмотрим, как люди ухитрились потерять такие деньги. И, ну, в процентах, если то 90, минус 91%, минус 78%, минус 74%, минус 72%, минус 68%. Вот, посмотрим, попытаемся посмотреть, понять, что же не надо делать, чтобы не потерять деньги. Итак, смотрим. ЕД-63. Все деньги потеряны на срочном рынке. Мы видим, да? Сделок всего 43. Смотрим. Смотрите. Он купил на срочном рынке опционы колл со страйком 125 тысяч. Переключаемся на биржу. 125 тысяч. Вот он, страйк. Если бы... Если бы... Рынок рванул вверх, он бы заработал немало. И чем дальше рванул вверх, там на 130 тысяч, тем лучше. Сейчас я включу 4-часовой график. Вот он. Вот, рынок был 125. Он надеялся, что рынок рванет куда-то там за 135. Ну, здорово, конечно, но не угадал. Следующее. Смотрим. Я думаю, что мы выявим общую тенденцию сейчас. Я надеюсь. Потеряно 91% всех средств. Осталось 9%. И дело идет к тому, что все к нулю придет. Так, сейчас смотрим здесь. То же самое. Куплены 49 опционов. Колл 122.500. Смотрим на рынок. 122.500. Это вот здесь. То есть, он надеялся, что будет за 126. И тогда он заработал бы. То же самое, абсолютно та же самая ситуация. Куплена только одна позиция. Куплены опционы на индекс РТС. Та же самая абсолютно ситуация. Дальше. Следующий. Потеря 74% от депозита, от денег. Денег всего 100 тысяч. Это не важно. Важны проценты. Ну, ситуация полностью аналогичная. Куплены опционы колл со страйком 122.500. Тут даже разговаривать нечем. То же самое, абсолютно. Следующее. Опа. Да, здесь куплено уже два вида опционов. Опцион колл на нефть. Опцион колл на нефть 44. Не выросла нефть до 44. И опцион колл со страйком 125 тысяч. Но вы понимаете, что страйка не случилась. 125 тысяч. Вот он, значит, он не дорос до него. И нефть. Где у нас нефть сейчас? Вот она нефть. У нас сейчас 42 тысячи. Здесь четырехчасовой график. Нефть бренд. Значит, в районе 42. 2-х. 41.64. А поставлен на 44. Ну, в общем, вот здесь. Тогда вырастет. Вот. Давайте дальше посмотрим. Тенденция уже просто вот совершенно очевидна для меня. И дальше вот он. Вот они, наши лидеры. Значит, Ноах потерял 68%. Он вложил туда 1.334.000. Из них 912.000 уже потерял. Ну, вернуть практически нереально эти деньги. Я вам скажу. Это реальные абсолютно деньги. Посмотрите. Ну, я вам могу сказать следующее. Что у него были то же самое куплены на срочном рынке опционы кол. Вот они. 470 штук. И рынок упал. Эти опционы, 470 опционов купил кол. Рынок упал, опционы обвалились, естественно. И когда рынок грохнулся вниз, он внизу закрыл все позиции. И купил опционы PUT с 76 страйком на доллар. Тоже по максимуму. То есть, посмотрите. Давайте посмотрим на доллар. Что у нас с долларом сейчас? Вот они. Опционы PUT. 76. Так, но у меня... Я за долларом не слежу. Поэтому у меня USD рубль tomorrow. Но... Да давайте я включу, наверное, опционы все-таки. Потому что это интересно. Не опционы, а фьючерсы на доллар. Значит, включаю C- Тире... Не знаю, что. 321... 322... Сейчас найду. 1220, наверное. Вот они. Оп. Так. График. Вот он график. 4-х часовой как раз. Все хорошо. Смотрим на график. Ну, посмотрите. Он поставил на то, что... Доллар упадет ниже, чем 76. Я думаю, что он упадет ниже, чем 76. Все-таки я думаю, что здесь ему удастся много вернуть. То есть, я считаю, что это правильное решение купить опционы ПУД на 76. Но, опять же, он и заработает эти деньги, если доллар упадет ниже, чем 76. Вот. Ну, давайте еще посмотрим. Значит, грандиозные падения там, где больше миллиона. Давайте посмотрим. Ну, он отработает только части. И надеется, что там заработает больше. Ну, нет никаких шансов. А если доллар не упадет ниже, чем 76, то все. В общем, сказать, это будет ноль. Полный. Вот. Хобот. Смотрим. Больше миллиона потерь. Миллион восемьдесят семь тысяч потерь на текущий момент. Неизвестно на чем. Все. Все позиции закрыты. Все. Он закрыл все позиции. И пьет горькую, я так понимаю. Из миллион шестьсот восемнадцать миллион слит. И гейммод. Потеря миллион двести сорок восемь тысяч. Смотрим. Брокер IT и капитал. Все остальные открытия брокер. Так. Что у нас здесь? Здесь сделки есть. Смотрите. Актив. Газпром. Две тысячи. Насколько я понял, это фью. Нет. Стоп. Это фондовый рынок. Фондовый рынок. Минус двадцать одна тысяча. Ну, в общем-то, ничего он сильно не потерял на этом. Полюс золота купил. Не уверен, что хорошее решение. Но, в общем, ничего страшного. Сбер на фондовом рынке купленный. В общем-то, ну, тоже небольшая потеря. И самая большая потеря где? Ой, это по итогам дня. РТС 12.20. Это чисто фьючерс. И уже знакомые нам. Вот они. Вот основная потеря. Купленный опционный колл со страйком 125 тысяч. Потери за все время составили. Минус миллион двести двадцать семь тысяч шестьдесят пять рублей. Итак, можно сделать вывод, друзья мои. Смотрите. Для того, чтобы потерять больше всего денег, надо просто купить полностью на все деньги каких-нибудь опционов и не угадать. И не угадать. Причем один опцион. Все деньги поставлены на один опцион. Либо пан, либо пропал. Здесь всего присутствует полторы тысячи участников. Полторы тысячи участников. И посмотрите, вот если вспомните, вот как если в стакан кинуть там какой-то вот, ну, чего-нибудь, то это потихонечку там опускается вот потихонечку. Вот все вот эти вот люди, которые просто бросаются в пламя, они будут потихонечку так опускаться, опускаться вниз. Ну, согласитесь, что если у тебя осталось десять процентов от тех денег, которые у тебя были в начале, то с десяти процентов, в общем-то, трудно подняться до ста процентов. Это практически нереально. То есть, это уже все. То есть, они там внизу, внизу, внизу. Вот. Что касается первых позиций. Ну, совершенно очевидно, что они там тоже будут опционные, потому что там будут люди, которые угадали. И они тоже будут скакать, может быть, вверх несколько раз, но потом они, так сказать, точно так же могут и опуститься, потому что, ну, как говорится, что финиш покажет на самом деле. Поэтому не надо стремиться выбиваться в лидеры срама начала, надо стремиться построить, ну, достаточно грамотную опционную стратегию. Пусть она будет около нуля. Я думаю, что если вообще не торговать, то вы будете, ну, в общем-то сказать, в первой сотне точно по итогам конкурса. Вот. Ну, что касается меня, я выбираю опционные стратегии. Вы знаете, что, ну, у меня сейчас кондор. Вот. Ну, я думаю, что это не тема сегодняшнего, как бы, ну, сегодняшнего видео. Результаты у меня достаточно скромные. Я сейчас скажу, на каком месте я нахожусь. Так, сейчас вот мы обновим это дело. Он очень здорово колеблется. Результаты у меня 3,24%. Плюс. Вот. Я сейчас нахожусь на почетном 207... Сейчас скажу, на почетном каком месте. 241 месте. Вау! Из полутора тысяч. Это огромная удача, я считаю. Вот. Главное удержаться просто. Ну, просто не терять, а немножечко зарабатывать. И это будет уже здорово. Если я попаду по итогам, по общим сотню, то, ну, это будет очень здорово. Болейте за меня. Следите за моими. Видео на моем канале. Давайте посмотрим, кто же у нас на первых местах. Ну, здесь достаточно тоже все просто. Вот, смотрите. 153% доходность. И вот этот вот человек, я за ним смотрю, естественно. Карма. Я не знаю, кто это. Но. Значит, было 300%. Сейчас у кармы 150%, но посмотрите. Те же самые опционы. Те же самые опционы. Опционы PUT со страйком 120% проданы. И опционы PUT со страйком 122.500 куплены. Несимметричный PUT спред. И он был с самого начала. И он был с самого начала. Это уже стратегия, ребята. Вот это стратегия. И я думаю, что он будет на первом месте. Потому что использует опционную стратегию. Что касается второго. Второй 93-97%. Значит, доходность. То есть, это плюс 93%. Практически удвоил за три дня. Но. Здесь чисто удача, я считаю. Здесь чисто удача. Он. Поставил там, по-моему, на рост нефти. Да, получается. И заработал на этом деньги. Он точно так же. То есть, это случайность. Смотрите. Это случайность. Все деньги поставлены. Были поставлены на PUT 42-й. Минус 230. Значит, было 230 опционов PUT. Так. На нефть. Где у нас нефть? Вот она. Ну, в общем, нефть упала. Он их закрыл. Зафиксировал прибыль. И сейчас переложился чисто. В. Во фьючерс на доллары. Ну, я думаю, что будет убыток. То есть, он не удержится. АВТ. Так. Что у нас здесь? Следующий. Опа. Посмотрите. Доллар. Фьючерс. Причем в минусе стоит. То есть, в шорт. Бренд 10.20. Минус 5. В шорт. И дальше у нас стоит конструкция из... А, смотрите. Вот он. Фьючерс на нефть. Фьючерс на доллар. И он захеджирован. Он захеджирован. Друзья мои. То есть, поставлено на падение фьючерс. И захеджировал это дело опционами кол на доллар. Очень грамотно. Очень грамотно. Здесь по нефти то же самое. Это опционная конструкция. Смотрите. Здесь фьючерс. И здесь опционная конструкция. Здесь есть путы. А все путы. Все путы. Но... А. И все проданы. Это захеджированная позиция. Это очень грамотно. Очень грамотно. Так. Что дальше у нас? Ермак. Плюс 51%. Я считаю, что заслуженно от компании БКС. Значит, торгует... Не от компании БКС. Он у брокера БКС. Так. Смотрим дальше. Ермак. Где у нас? Здесь я бы, так сказать, не советовал так торговать. Потому что куплено... На срочном рынке два фьючерса на нефть. Причем 11-й. То есть дальний. Вот. Продано 20 фьючерсов на серебро. И... И куплено... Опа! Захеджирована нефть. Нефть захеджирована. Нет, ну, как бы... То есть использую стратегию. Вот такие дела. То есть смотрите, какая мораль. Если все ставить, либо вот, так сказать, либо пан, либо пропал, то есть можно взлететь, но с таким же успехом можно рухнуть. Вы видели грандиозные крушения, которые произошли с людьми буквально за три дня участия в соревнованиях. Люди, которые угадали направление, которые взлетели, вовсе не факт, что они не упадут точно так же. Потому что когда мы ставим на взлет чего-то, надо обязательно захеджировать. Вот правило. А захеджировать в опционных стратегиях можно. В опционных стратегиях можно захеджировать риски, ограничить их точно так же, как и на фондовом рынке, на срочном рынке. Точно так же, как мы ставим заявки стоп-лимиты. Точно так же мы можем захеджировать другой позиции. То есть колл-спред, пуд-спред, наше все. И можно ставить, я например ставил сначала вот такую вот позицию, вот такая у меня стратегия была. То есть куда бы ни двинулся, я все время в плюсе буду. И значит индекс упал, я пошел в плюс. Тут я зафиксировал, я решил, что дальше он не будет падать, дальше чем 117.500. Вот, я зафиксировал это дело и поставил уже на рост. То есть на то, что он покатится вниз, то есть чтобы он у меня катился вниз вот сюда. Но, как это часто бывает, в общем импульс на падение оказался сильнее. Он пошел вниз и соответственно я пошел тоже вниз. Очень здорово просел, но сейчас я уже вернул все, то что, ну как бы все вернулось, индекс начал расти все-таки. Он уже в районе 120 тысяч, индекс РТС. Вот, поэтому у меня все потихонечку возвращается. Вот он, я в плюсе сейчас. В небольшом плюсе, там 4%, но тем не менее в плюсе. Вот, здесь не надо гнаться, как вы уже поняли, за доходностью забешенной. Надо просто, спокойно хеджировать. Вот видите, у меня вот захеджированы позиции. Но сейчас я бы вам не советовал делать то, что я делаю я, потому что я тоже очень сильно рискую. Я тоже очень сильно рискую. Но, как делать для того, чтобы не рисковать, я постараюсь в следующих циклах, то есть в четверг завершаются эти опционы. И следующие я постараюсь поменьше рисковать. Я попытаюсь объяснить. Ну, а те, кто проходил курс по опционам, уже понимают, как это сделать, как захеджировать позиции, как построить стратегию, которая будет страховать риски, ну, чтобы, мы ограничиваем риски, чтобы не потерять, чтобы не потерять. Я буду об этом рассказывать то же самое. Если вы хотите научиться этим заниматься, то, во-первых, учитесь на чужих ошибках. Вы видите, как можно потерять очень быстро, как можно потерять много. Люди теряют, это реальные люди, это тут кроме шуток уже все. Вот, и просто надо учиться, учиться на чужих ошибках и просто учиться, то есть понимать, что делаем. Эти люди понимают, что они делают, они понимают, что они поставили на рост, ну, это значит на случайность. Случайности здесь не нужны, здесь надо строить стратегии. Ну, мне больше всего нравится стратегия кондор, бабочка там, это модификация кондора. Вот, ну, это два пуд спреда, два колд спреда и так далее. Ну, то есть вот такие комбинации. Но именно комбинации, именно хеджирование, потому что иначе можно потерять, вы видели все, и очень быстро. Оставайтесь на моем канале, поставьте лайк и до встречи. С вами был Демитков Юрий.